24 мая стартует итоговая аттестация школьников. В республике основной государственный экзамен будут сдавать более 12 тысяч человек. ЕГЭ свыше 6 тысяч школьников. Первый ЕГЭ по географии и литературе назначен на 27 мая. Для аттестации школьников в регионе откроют 33 специальных пункта. Утечка экзаменационных материалов исключена полностью. При проведении ЕГЭ будет продолжена использована технология печать полного индивидуального комплекта, бланки, кимы в аудиториях и сканирование материалов пунктов проведения экзамена. Это позволяет исключить риски несанкционированного доступа к экзаменационным материалам ЕГЭ при их передаче и транспортировке, а также сократить сроки их обработки. Экзамены будут проходить под онлайн видеонаблюдение в 11 классах, под оффлайн видеонаблюдение в 9 классах. Охрана общественного порядка и безопасности на прилегающих к пункту проведения экзамен территории будет осуществляться сотрудниками МВД. За ходом проведения экзамена будут свидетельствовать общественные наблюдатели из числа студентов вузов, это ЧГПУ и ЧГУ. Новые правила с этого года установили для тех, кто будет сдавать ЕГЭ по математике. Теперь выпускники смогут выбрать только один из уровней – базовый или профильный, расширенный перечень предметов. Выпускники получили возможность наряду с английским, немецким, французским, испанским языками сдавать еще и китайский язык. При спорке на этот предмет зарегистрировался один выпускник. В ряде предметов уточнены критерии оценивания, выполнение отдельных заданий и формулировки самих заданий. Это по русскому, иностранному, литературе и другим предметам. Самое главное – постоянное здоровье, чтобы были все готовы к экзамену. Если переволнуется, соответственно, это же ошибки, или мозг не так будет работать. Поэтому здесь учителя, преподаватели, которые могут настроить детей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!